Следующая проблема, это проблема сайтов знакомств и вообще знакомств, общение с мужчинами, как грамотно ходить на свидание или как грамотно общаться с мужчиной на сайте знакомства. По сайтам знакомств очень большая проблема, часто мне девушка, например, пишет, а вот у меня там есть один такой вот знакомый, такой знакомый на сайте знакомств. Ну вот мы с ним переписываемся уже три месяца, мы с ним переписываемся три месяца и переписываемся и переписываемся и ничего у нас не получается и вообще они что-то сливаться начали. Я предлагаю скопировать переписку и посмотреть, девушка мне присылает переписку, что я вижу. Девушка не умеет элементарного, она не умеет общаться с мужчинами, она не умеет задавать открытые вопросы. Что происходит? Мужчина с ней общается, 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 потом понимает, что ну вот скучно ему с ней, скучно, вяло, тухло и он сливается или еще продолжает переписываться, но она ему не нравится, он ее держит просто по запасу. Если вы не хотите быть такой девушкой, вам нужно научиться грамотно общаться с мужчиной, задавать ему открытые вопросы, общаться в переписке так, чтобы вам было весело и интересно, чтобы мужчина... Мужчина в общении в переписке должно быть с огоньком, там должен быть флирт, там должно быть хи-хи-ха-ха, постоянное. И мужчина уже в переписке, только общаясь на сайте знакомств, уже может вам цветы прислать домой. Этого всего можно достичь, если вы раскроете в себе женские качества и навыки. Как всему этому научиться? Нет ничего сложного. Начните хотя бы с того, что скачаете мою методику, алгоритм общения, прочитайте ее, изучите, начните ее практиковать, если у вас нет возможности финансово поступить к нам на интенсив. Если же вы хотите получить результаты быстро, классно и в сжатые сроки, то конечно же бегом к нам на интенсив, мы всему этому будем там учить. Также базовая проблема сайтов знакомств, девушка неправильно себя презентует, неправильно себя подает. И вообще не умеет себя подать. Если вы хотите общаться на сайтах знакомств, вы должны сделать грамотные фотографии, вы должны грамотно себя показать. Опять же, сайты знакомств это не альфа и омега. Очень часто у нас курсанки знакомятся в соцсетях, например, в том же ВКонтакте или Инстаграм. Но, если у вас вялый и тухлый аккаунт, мужчинам не будете интересны. Ваш аккаунт в соцсетях, это ваша визитная карточка. Если ваш аккаунт в соцсетях, это вы умная, красивая, вы рассказываете о каких-то фильмах, книгах, вы как-то себя классно подаете. У вас фотографии есть, как вы ходите в спортзал, как вы танкуете, танец с живота там или еще какие-то танцы. Если вы ходите на стрит-дэнс, это вообще удивило, девочки. Идите на стрит-дэнс, идите куда-то на танцы, а потом себя фотографируйте. Если мужчина увидит это на вашей странице в соцсетях, он уже будет вас хотеть. Вы уже будете необычной, интересной, классной девушкой. Если вы имеете свое мнение, если вы пишете что-то, это же вообще замечательно. Вы должны выложить все самое лучшее о себе. В соцсетях знакомиться очень классно можно, очень интересно и более продуктивно. А как, я расскажу, конечно же, на нашем интернете. Как правильно ходить на свидание с мужчиной? Тут важно понимать один базовый принцип. У вас никогда не будет возможности произвести на мужчину повторное первое впечатление. А первое впечатление о человеке складывается в первые 4 секунды, если вы себя правильно подаете. Например, вы знакомитесь с мужчиной на сайте знакомств. И вот у меня недавно я консультировала девушку. Она просто серьезно и дико себя зафотошопила и выложила такое фото, что просто улет. И когда мужчина приехал к ней в кафе на свидание, он ее увидел, он развернулся и ушел. Хотя на самом деле, прикол в чем, девочка очень красивая. Просто зафотошопила себя непонятно для чего. Не надо этого делать. Не надо врать мужчине. Не надо говорить чего-то лишнего. Это проблема человека, который не умеет себя осознавать. Это проблема человека, который не умеет себя с собой идентифицировать. То есть, я не понимаю, кто я. Я не понимаю, в чем я красивая. Я не понимаю, в чем я умная. Я не понимаю, в чем я хорошая. Я не понимаю, в чем я привлекательная. Тоже вот была недавно такая проблема. Девушка ознакомится с мужчиной на сайте знакомств. И немножко приврала. Сказала ему, что она худенькая и стройненькая. А на самом деле она не худенькая. У нее есть лишних там около 10 килограмм лишнего веса. И когда мужчина ее встретил, он просто сбежал сразу же. А она растерзанная в чувствах, расстроенная, пошла домой плакать. Ну зачем так делать? Важно понимать, что если у вас есть лишний вес, это не проблема. Во-первых, очень многим мужчинам нравятся девушки, которые пухненькие, которые такие пышненькие. Это красиво, это сексуально. Но если вы сами себя такой считаете, опять же, если вы понимаете свои лучшие стороны, вы должны их показывать. Но если вы себя не осознаете как личность, если вы себя не принимаете со всеми своими достоинствами и недостатками, как же вас сможет принять мужчина? Очень часто какая-то неприметная, серая мышка, неприметная, неприглядная, какая-то вообще невзрачная, или девушка с лишними килограммами, но мужчины от нее без ума. Они ее обожают, они все постоянно вокруг нее вертятся. Или какая-то супер топ-модель, которая никому не нравится. Это частая проблема. Почему такое случается? Это проблема не осознавания себя, не принятия себя. Вы должны понимать, в чем вы красивы, в чем вы привлекательны, почему вы понравитесь лучшему мужчине, почему мужчина хочет о вас заботиться, почему он хочет вас одарить тем самым лучшим, что есть в этом мире. Почему? Вы должны это понимать. А как вы можете это понять? Только когда вы поймете себя и примете себя. И эти методики у нас очень плотно прописаны, все эти задания на интенсиве. Они очень простые, очень легкие, их достаточно выполнить. Опять же, бесплатный вариант у нас обучения, это, конечно же, зайти на блог и посмотреть методики. У нас на блоге это «Психология красоты» и почитать статьи «Любовь к себе». Там тоже очень много полезных и классных методик, начиная выполнять которые, вы поймете, что ваша самооценка выросла, и мужчины к вам начинают лучше относиться. Они начинают к вам относиться с большей любовью и заботой. Опять же, базовая проблема. Мужчина обо мне не заботится и ничего мне не дарит. Почему, Оксана? Ну, почему? Потому что вы сами не понимаете, за что мужчина должен вам что-то подарить и как он, почему он, за что, почему он должен о вас заботиться. Вот ответьте себе на эти вопросы. Вот сядьте прямо сейчас и напишите на бумажке. Одним предложением по пунктам, минимум 10 пунктов, причин, почему мужчина вас должен любить, ценить и о вас заботиться. Почему мужчина вам должен дарить дорогие подарки. Почему? За какие такие ваши качества. Тихня в том, что эти качества у вас есть, их можно в себе раскрыть, их приумножить, их можно показать, их можно подать. Но проблема в том, что вы их не видите и не знаете. У нас на интенсиве начинают девочки общаться между собой, и несколько девушек обязательно будут, которые пишут, Господи, да мне ничего не следит, я такая страшная, я такая стремная, я такая ужасная. И это капец. Но мы эту проблему очень быстро решаем. Как мы решаем эту проблему? Другие девочки просто заходят к ней, смотрят ее фотографии, говорят, да вы что, вы же такая красивая, у вас вот это красиво, у вас вот это красиво, и тут вы замечательные. И она начинает себя видеть с других сторон. Вот честно, девочки, если вы меня увидите без макияжа утром, зубыркой такой на голове, я буду абсолютно обычной простой тетенькой, невзрачной, бледной, никакой. Но я вот тут сижу и вам что-то рассказываю, как я себя подаю, как я о себе говорю, как я вообще говорю о женщинах и о женской ценности. Если вы все это в себя впитаете, если вы раскроете в себе лучшие свои черты, характера и качества, свои лучшие, если вы сможете их показывать окружающим вас мужчинам, они будут от вас в полном восторге. И это важно понимать. Ничего тут трудного нету. Нужно просто себя понять. Нужно просто себя принять. Принять со всеми достоинствами и недостатками. У каждого человека есть миллион недостатков. У меня их очень много. Но я их знаю, я их принимаю. И даже когда мне публично кто-то там в комментариях пишет, да вы такая плохая, вы такая плохая, и вот тут вы плохая, и там вы плохая, и тут вы ужасная. Я говорю, ну слава Богу, страдайте. Когда человек говорит кому-то что-то такое деструктивное, это значит, что он что-то серьезно не принимает в себе, и вот что-то его в себе сильно бесит и раздражает. И когда он находит что-то похожее, его и то же самое начинает раздражать в других людях. Он начинает писать к нему такие вот коверзные, тратительные комментарии. Я на это не реагирую. Почему? Потому что я себя люблю, я себя обожаю. Я сама для себя прекрасная. Я сама для себя замечательная. И вы можете быть такой. И не имеет значения. Ваш рост, вес или там, я не знаю, какие-то еще проблемы, там уши торчат, ноги кривые, нос там длинный или еще что-то. У всех людей свои проблемы и свои недостатки. Но если их в себе принять, и если себя полюбить и найти свои достоинства и раскрыть их в себе и приумножить, то вы будете лучшей. Вы будете принцессой. Мужчины будут с вами церемониться. Мужчины будут вас обожать. Вы будете лучшей женщиной в этом мире. Вы будете звездой в своей вселенной. Важно понимать, что каждая женщина живет в своей вселенной, в своем мире, да? И вот в этом вот своем мире с ней происходит то же самое, что происходит у нее в душе, ее подсознание. Если она считает, что мужчин хороших нет, мужчин достойных нет, мужчины не способны заботиться. Они же в себе, денег нет, нет денег, все плохо, все ужасно. Меня часто в этом убеждают. Так и будет происходить все в ее мире. Она будет находить мужчин недостойных. Она будет ожидать, что они изменятся. А они никогда не изменятся. Она постоянно будет вариться в этом вот негативе, в этой бедности, нищете, ущемленности, интеллектуальной ущемленности. Что такое проблема денег? Проблема денег – это проблема интеллектуальной ущемленности. Человек себя ограничил. Или человека ограничили его родители, воспитывая его таким вот несчастным, бедным, ущемленным. Денег нет, этот мир печален, заработать невозможно, все ужасно, все везде по блату все расхватали, а мы такие бедные, несчастные, нам ничего не достанется. Бедный ты мой сыночек, вот мама так говорит, да сына? Он никогда ничего в этой жизни не достигнет. А если женщина так считает, она постоянно будет привлекать этих мужчин к себе. И в ее мире будет происходить всякая вот такая вот фигня, неприятная. Но стоит ей изменить свое мировоззрение, стоит ей заняться позитивным перепрограммированием и изменить взгляды на жизнь. Понять, что ты достойна всего самого лучшего в этом мире. Лучшего мужчину, лучших отношений, лучшей заботы, которую вам может дать мужчина, если вы это поймете и осознаете до мозга костей. Ваш мир изменится. То есть нужно сначала поднять свою самооценку, и она будет действовать магически на окружающий вас мир и на мужчину. И это происходит именно так. Поэтому я вам предлагаю заниматься самостоятельно, читая мои книги, либо статьи в блоге. Вы можете все взять и прочитать, и изучить. Все проблемы решаемы. Либо вы можете с нами поработать на нашем интенсиве «Женщина-дау». Ждем вас!